Ах, какая история. Вы не смогли даже спасти отца. Скажите, откуда русская со старой винтовкой в секретной операции союзников? Я тебя не боюсь, мышонок. Вы не так поняли, фройляйн. Мне не нужен ваш страх. Мне нужны ваши крики, чтобы ваши друзья заговорили. Да, потому что я женщина. Ты ведь не слишком опытен, а? Расскажите о других группах союзников в Германии. Не о чем тут говорить. Так, а о чем стоит говорить, фройляйн? О Фрайзингере. Приведи его. Мы вместе подтвердим мой рассказ. Увести. Пришлите мне все документы на Штайнера. И фотографии той женщины-снайпера. Леди Соловей. Да, ее. И что... Герр Фрайзингер, я собирался к вам. Та женщина подтвердила. Шестой боец мертв. Вы уверены? Вы уверены? Американец? Задержан в Темпельгофе? Угонял самолет? Какой в этом смысл? Пленники обдурили вас, Рихтер. А вы дурите голову мне! Американца уже везут сюда. Мне что, допрашивать его самому? Тогда вы мне не нужны. Ты как? А не видно? Да я из вежливости. Что ты сказала? Немного поболтали о бытках. Ладно. Я повторила твою ложь. Он поверил? Заткнулся, когда я вспомнила Фрайзингера. Как выберемся, самым первым делом пойду в кино. На трех мушкетеров. Что бедит мира, снова разбило мне сердце. А ты, Лукас, что будешь делать, когда выберемся? Я? Первым делом я наем саламингтонов. Буду жрать целую неделю. С тобой ясно. Да. А вот я бы зашел в свой паб, чтобы милая Барбара наливала мне Эль, пока я не забуду про эту войну. Не знаю, жива ли она еще. Все мои родные мертвы. Я что-то чувствую только тогда, когда вижу немца, молящего о пощаде. То есть... Сейчас я на своем месте. Уэйд сделал все так, как я и рассчитывал. Он сыграл свою роль, не зная о моем плане. Мои спутники сбросили его со счетов. Но я надеялся на его фирменное обаяние. Еще раз так сделаешь, и у тебя будут большие проблемы. Отряд врал про вас, лейтенант. Лейтенант, вот нет бы сразу. Совсем другое дело. Вы же шестой. Да. Зачем вам самолет? Нацисты. Бои над тихим летом были лучше. Я хочу знать, о чем они еще солгали. Уэйд умеет выкрутиться из любых перетрях. На первый взгляд, его рассказы о Мидуэе могут показаться хвостовством. Каждый раз он излагает эту историю немного по-разному. Добавляя к своему счету то звено Зарон, то еще один авианосец. Но я читал доклады о событиях того дня. Если Уэйд и преувеличил, то совсем чуть-чуть. Напоминаю, наша главная задача уничтожить два японских авианосца. Одним из них займется эскадрилья Виктор Шугар, вторым Виктор Бейкер. Шестая истребительная прикрывает. Повезет с погодой, они и опомниться не успеют. Если победим, весь Тихий океан наш. А теперь ступайте и потопите эти авианосцы. Мало того, что операция сложная, так еще и вся война на кону. Расслабься. Я рожден для таких дел. Ты да, но я-то нет. Vamos, Джексон. Наша птичка отремонтирована. Она уже на полетной палубе. У нее есть имя. Ты назвал самолет? Наш самолет? И мне не сказал? Ты не спрашивал. Думаешь, разведка не ошиблась с координатами? Надеюсь. Если выгодит, то нас напишут к учебникам. Знаешь, по-моему, в историю мне еще рано. Так что постарайся обойтись без этих своих фокусов. Фокусов? Ну, ты скажешь. Эндехо. Знаешь, почему тебя еще не повысили? Ну и почему, умник? Потому, что это не цирк Уэйден Джексона, а Мико. Это война. Все хотят победить и вернуться домой. Ты, главное, стряхивай из роза поста. А я довечу. Эй, придержи подъемник. Давай, Джексон. Поднимай. Как думаешь, сколько медалей нам дадут, если все получится? Одну из них точно назовут в честь меня. Главное, помни, что ты не один. И не нарушай строй, а то оставят тебя без лычек. Этот строй мне только мешает. Что я терплю? Посмотри-ка. Погода вполне летная. Хоть бы не испортилась. Время. Мана Саламаса. Птичка ждет. Джексон, спорим на десятку, что я собью больше. Ну давай, не провоцируй. Проверка связи. Шукар-17. Слышу вас хорошо. СПУ работает. Дали сигнал на предполетную. Руль высоты. Проверил. В норме. Так, Джексон, теперь элероны. Правый в норме. Отлично. Теперь левый. Левый в норме. Теперь запускай двигатель. Постарайся не перегреть. Логко курчит. Вроде нормально. Убавь обороты. Контроль-17. Влет разрешаю. Ну все, взлетаем. Готов по ТЭО? Как обычно. Куда я от тебя денусь? Отлично. Теперь полный газ. Отпускай тормоза. Порфавор, без фокуса. Зануда ты. Все по тебе шуточки, пендехо. Так ты скажешь, как его назвал? Кого? Самолет. Этот. Тебе все еще интересно? Ну, а о чем еще ты хочешь поговорить? Ха! Ладно, храни свои секреты. Шукар-10. Все, кто оторвался, отстроен. Тут что-то не так. Вот же мой. Твою мать! Откуда тут этот чертов зирот? Наши торпедоносцы атакуют. Истребители далеко. Шукар-17, атакуйте чужих. Работают. Прикроешь хвост, Эрнандес? Пулемет пустой. Не подпускай их к торпедоносцам. Сели на хвост, помогите. Придется прыгать. Машина еле держится. Выхожу из боя! Вот это ас! Поздравляю парней, мы их сделаем. Парни, зенитка. Флот уже близко. Японский флот под нами. Приготовиться. Парни! 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 Истребители, прикрывайтесь. Бомбардировщики, атакуйте цель. Ну погнали! Приготовиться. Вниз! Держись, Эрнандес! Держаться! Осторожно, трактеры! Высота? Три тысячи! Подальше от зенитов! Бомбардировщики, мы у цели, смотрите в прицелы. Еще чуток! Твою мать, давай же! Тяни, тяни! Тяни, тяни! Отлично, 17-й. Мы влезли в осиное гнездо! Зеро налетели! Придется прорываться! Наверх нельзя, там все нитки собьют! Оставайтесь внизу! Оставайтесь внизу! Снова запускают зеро! Черт! Сколько же их? Их здесь слишком много! Меня на хвосте! Их здесь! Без тебя, Бестехо! Твою мать! Не уйдешь! У них подкрепление! Еще цели! Снова атакуют! Что за бред? Оттуда их столько! Сперва надо пролетить дорогу! Я... Нам летят новые зеро! Они валят на спасло! Все торпедоносцы сбиты! Атакуют! Надо набрать высоту! Их уже не обещают. Сколько уже потеряли? Нужна помощь! Давай, давай! Подбив, подбив! Один атакует с пяти. Зеро на хвосте. Байкай, байкай, байкай! Снова дыро, их слишком много. Много потерь. Мы не сможем провести бомбардировку. Нужно рискнуть. Ивэз отра! Выйдай, выйдай! Крымые партии! Денятый падает! Мирон, у тебя на четырёх. Контакт на себе! Сука! У меня кроты! Сука! У тебя на восьми. На три часа. Нас уничтожат. Плевать на зенитки набрать высоту. Считай, мы уже трупы, да? Не в этот раз. Семнадцатый, всем, у кого есть бомбы, готовьтесь к последней атаке. Э, чего? Набираем высоту и идём на второй заход. О, оторвались. Не вижу их. Тише, тише! А, чёрт! Семнадцатый, тебя зацепили. Всё нормально? В порядок. Дыро перед нами. Атакуют! Огонь! Держите строй! Нам нужно прорваться! Дероиду прямо на нас! Набирайте высоту, пока не будем над флотом. Бейте их! Вы их видите? Почти нужная высота. Флот внизу. Заходим на атаку. Идём ко второму авианосцу. У кого бомбы есть? У восемнадцатого есть. Третий есть. У семнадцатого одна. Ещё кто? Ладно. Семнадцатый и восемнадцатый. Мы на вас рассчитываем. Вставайте за нами и готовьтесь. Значит, пойдём в оба? Ну, в общем, да. Внимание всем! Прикройте семнадцатого. Высота! Высота вверх, Ток! Тогда держись крепче! Я хватит! Прыграю! Жексон, всё на тебе! Спокойнее. Ещё пара сотен. Ещё чуть-чуть. Почти! Давай, Жексон! Уэйд выглядит скорее сорвиголовой, чем героем. И в этом его противоречие. Он один из лучших асов этой войны. Но вёл себя как одиночка. И сам не признавал этого.